Привет, мои дорогие! Я не знаю почему, но именно в этот раз мне захотелось записать для вас такое немного предисловия, немного приветствия в другом формате, не в том, в котором вы привыкли. Дело в том, что мой кулинарный канал это не только про еду. И многие из вас это уже знают, какие только комментарии я не получаю. Ты не умеешь готовить, ты классно готовить, зачем ты? Это рассказываю слишком коротко, слишком длинно. Вы на все это имеете право, так же, как я имею право снимать то, что я хочу. Возможно, я не самый правильный блогер, я совсем не кулинар, снимаю только то, что мне нравится, то, что нравится моей дочери, то, что нравится моим друзьям. При этом я считаю, что еда, как базовая потребность, которая существует в нашей жизни, она необходима всем, и неважно в каком формате. Мы можем прожить без машины, мы можем прожить без сумочки Луи Виттон, но мы не можем прожить без еды. А хорошая, вкусная еда – это всегда еще немного настроения. И когда мы готовим, когда мы садимся с семьей или с друзьями за стол, мы обязательно общаемся. И мне нравится общаться, и я люблю общаться, и многие вещи мне интересны, и поэтому я с удовольствием приглашаю к себе на кухню друзей, гостей, каких-то специалистов, и задаю ему те вопросы, которые интересуют меня. Но я очень надеюсь, что вам эти вопросы тоже интересны. Может быть, хоть какую-то пользу, но вы отсюда возьмете. И я буду этому очень и очень рада. И на самом деле сегодня я пригласила Михаила владельца стоматологической клиники, потому что в моем возрасте эти вопросы уже актуальны. Всем привет! И мы сегодня, собственно говоря, мы же не будем просто так разговаривать. Мы будем в обязательном порядке что-нибудь готовить. И так как у меня в гостях владелец стоматологической клиники, то мы будем готовить какие-то продукты, которые считаются условно полезными для зубов. Или не условно? Можно и так сказать, но в основном продукты, которые в большинстве случаев полезны для зубов, это продукты, которые богаты минералами, фтором, кальцием. Рыба, соответственно, это рыба 100%. У нас рыба, у нас стейки, поэтому готовить мы будем ровно их, но и заодно болтать о всех мифах, реальностях. И то, что волнует прежде всего меня, уж извините, а может быть и вас. Я вам раскрою страшную тайну. Когда Михаил приехал, я его спросила, умеет ли он вообще готовить. Выяснилось, надо работать над этим. Надо работать. Готовит жена. Ну, в общем, как настоящий мужчина в эту историю впряг жену. Но я ему предложила научить готовить вкусно, полезно и просто вот ту самую рыбу, о которой мы только что говорили. Я готов все штуки. Будешь повторять за мной? Вообще без проблем. Отлично. Мы берем пастейку и сейчас будем кое-что делать. Вот смотри, что мы делаем. У нас есть стейки. Я купила их уже готовые. Нам нужно вырезать вот эту косточку. О, получилось. Смотри, как все отлично. Значит, здесь эти кости тоже можешь убрать по возможности. И то же самое с другой стороны. Повторяй. Как человек, у которого все-таки инструмент режущий, да, в руках есть? Есть. Моделировать ты умеешь, правда ведь? Есть, есть, маленькая. Да, да, да. Работаем с этим. Работаем с этим. Значит, естественно, кость нужно убрать. Смотри, у тебя классно получается. Это все проще, чем вы думаете чаще всего, друзья мои. Но не так идеально, как у тебя, конечно. Вообще не важно. Дальше, смотри, одну из мы поворачиваем и снимаем почти до конца. Ну, это ювелирная работа. Не-не-не, по шкурке. Ведем по шкурке, смотри. Так, вот, да. Не-не-не, нажимаешь прямо вот нож. Ага. И ведешь по шкурке, вот. Все. Все, стоп. Вот там, где нет шкурки, заворачиваем серединку. Там, где нет шкурки, вот так. Вот это заворачиваем. Давай. И закрываем. Все, 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 я понял. До конца. Есть. Смотрите, друзья мои. У нас получились вот такие вот рулетики. Значит, смотри, здесь есть один такой секрет. Нам же надо, чтобы это ничего с ним не случилось. Развалилось. Не порвалось, не развалилось. Мы берем фольгу или какую-то бумажку. Во-первых, делаем вот эту середину вместо костей. Сюда у нас потом уйдет соус. Мы же все красиво. Ну да. Ты же жену радуешь. Эстетично, эстетично. Да, у нас эстетика, эстетичная стоматология сегодня в моде, в почете. 100%. На, держи. И теперь нам надо это все зафиксировать. Обычно повара это делают такой специальной ниткой. Но нитка есть не у всех. Но почти у всех есть такой рукав для запекания дома. Мы отрезаем полосочку и завязываем, чтобы никуда ничего не расползлось. Ну скажи, что просто. Ну, вот. У меня так получилось. Нам нужно сделать все остальное. Пока делаем, давайте помучим вопросами, которые волнуют. Я вот как человек, который сидел и улыбку уже сделал, признаюсь честно. У меня вопрос, много очень рекламы, имплантации за один день. Да, совершенно верно. Это очень много клиники рекламировали. И я на самом деле, знаешь, очень переживаю. Что ж я так, Дуночка, лоханулась и за один день ничего себе не сделала. Вообще возможно это или нет? Смотри, давай поделим это на часть, которая отдадим, часть рекламы, часть рекламе, а часть отдадим действительности, которая происходит. И я расскажу, что я думаю по этому поводу. Есть пациенты, которые к нам тоже обращаются, потому что они видели рекламу и они хотят зубы за один день. Ну, наверное, желание, скажи. Желание нормальное. Возможно ли это? Да, это возможно. Только давай разделим это на то, что, во-первых, оно не всем подходит. То есть тебе звонит человек, говорит, я хочу импланты, ты пришла, я хочу импланты за один день. Нужно смотреть, о чем идет речь, во-первых. И что в себя включает, как бы, вот это вот импланты за один день. Да. По большому счету, технически, да, ты приходишь в клинику, заодно посещение тебе могут удалить зубы, тебе могут поставить импланты, тебе могут сделать подсадку кости. И даже ты получаешь временные коронки или временный протез, установки на эти импланты. И фактически, да, за один день ты выходишь с зубами. А, то есть это это называется? Но. Это не, на этом мы не заканчиваем. То есть это не то, что ты пришел в клинику и за один день ты сделал зубы, и ты больше туда не приходишь. Это не так. То есть ты получаешь временное решение, которое сразу в клинике, как бы, ты получил его, и ты вышел с зубами. Но в дальнейшем, во-первых, тебе нужно приходить на коррекцию этого временного протеза или временного моста, который будет у тебя. Через 4 месяца, пока ты приходишь после интеграции импланта в костную ткань, ты приходишь, и тогда уже мы проверяем, что у нас получилось. Что у нас получилось с этой приятностью. А ты по сути обманули, да? Не то, что, смотри, то, что мы обманули. Ну да, ты вроде как с улыбкой вываешься. Ты хотела зубы за один день, зубы за один день у тебя есть. Но это не, грубо говоря, это не последняя остановка. У тебя есть еще постоянные зубы, которые тебе нужно делать, тебе нужно... Все равно ждать, пока приживется или не приживется. Обязательно 3-4-5 месяцев, все зависит от случая, у тебя есть это время, которое тебе нужно ждать, и у тебя есть эта временная конструкция. То есть получается, что вот эта вот вся история однодневная, она очень условная? По большому счету, она очень условная. То есть за один день мы ставим, удаляем зуб, ставим имплант, и если не надо, не удаляем, ставим имплант, ставим какую-то временную конструкцию. И это не значит, что ты ушел от этого стоматолога навсегда. Совершенно верно. Это не значит, что ты получил уже готовую работу, и тебе не нужно будет возвращаться к этому и что-то корректировать. Ну, то есть за один день ты получаешь, по сути, эстетику? Да, ты получаешь эстетику, с которой ты можешь функционировать, ты сможешь улыбаться, но сказать, что она 100% может тебе, как сказать, вернуть все то, что у тебя было. Функционал. Да, функционал. Это не факт, что это будет, потому что это очень индивидуально зависит от случаев, это зависит от того, сколько имплантов тебе вообще можно поставить. И в конце, после операции, ты получил работу. Ну, как бы у многих людей такое представление, что ты пришел, тебе все это сделали, одели зубы и... И ты пошел. И ты пошел. И ты пошел счастливый, нет, не пошел. Но если это как бы по опыту своему, скорее всего, ты тоже можешь сказать, что после того, как тебе удалили все зубы, добавили кости и поставили кучу имплантов... Зачем ты всем рассказываешь, что не удалили все зубы? Нет. То есть это состояние... Это была шутка. Состояние такое, что со временем десна, она подживает, и тебе нужно корректировать, приходить эту временную работу. То есть это не заканчивается одним днем. В любом случае... В любом случае это не один день. То есть ты приходишь на снятие швов через 2 недели, потом у тебя есть определенные коррекции, где-то тебе нужно добавить что-то. Только через 4 месяца, по большому счету, ты приходишь к доктору и начинаешь делать постоянную работу. То есть давай такое резюме сделаем, да? Как бы мы получаем, за один день можем получить эстетику, и то ее получить может не каждый. Совершенно верно. Это очень индивидуально зависит от случая пациента. И, ну, не всегда может прийти человек, у которого есть достаточно костей, и ты можешь поставить ему за один день 6-8 имплантов, и на это все закончилось. Тогда вопрос следующий. Самый популярный, я думаю, вопрос, вот скажи мне, часто тебе звонят люди и спрашивают, сколько у вас стоит имплант? Совершенно верно. Это одна из... Я сама так спрашиваю. Это одна из очень частых вопросов, когда пациент звонит и по большому счету хочет... Он где-то получил какую-то консультацию в клинике, у него есть цена, и он хочет сравнить. Это легитимно, потому что есть большой диапазон цен. Он хочет узнать, не переплачивает ли он больше. Но здесь важно понимать, что когда ты звонишь в клинику и хочешь узнать, о чем идет речь, ты должен четко понимать программу лечения, которую тебе предложили. А это, к сожалению, не везде как бы пациент выходит с клиники и понимает четко, что ему будут делать. Ну вот это да. Этапы работы, которые ему будут делать. Он точно знает, сколько он за все это будет платить, но... Вот это мы знаем, как... И факт, что он понимает, что в конце ему будут делать. И когда ты разговариваешь, ты пытаешься понять, что да, у нашей клиники нет проблем, это не секрет какая-то ценовая политика, и даже по телефону ты можешь позвонить и... И сказать, сколько стоит имплант, да? Да, да. Но важно, чтобы ты мог объяснить, что конкретно ты будешь делать. Тебе предложили, чтобы мы понимали, с чем сравнивать. Ну, смотри, давай так опять резюмируем, да? Я люблю всегда точки ставить в любом разговоре. То есть цена на имплант, она не секретна, но она может разниться от того, в какой программе лечения этот имплант будет устанавливаться. Ты смотришь это все вместе. То есть тебе нужно посмотреть программу лечения, которую пациенту предложили, и уже от этого ты можешь дать ему, соответственно, стоимость. То есть если я звоню 5 клиник, мне в 5 клиниках назовут разную цену, я выберу, ну за имплант, окей? Я выберу, например, самую дешевую клинику за имплант. Придешь в клинику. Приду в клинику, и не факт, что программа, которую мне сделают лечение, она будет самой дешевой. Что я как бы рекомендую, вот я пациент, я хочу сделать какую-то работу, обратиться в клинику. Всегда получаете 2-3... Протокол. Да. Кроме протокола, иди в 2-3 клиники, получай от них программу лечения. С каждой клиники... Альтернативное мнение. Сколько это будет стоить, предложить... Сколько промежуток, да, между... Привлотить какие-то альтернативные планы лечения, например. То ты берешь эту консультацию, идешь еще в 2 клиники, и уже от этого ты... Грубо говоря, от похода при ты уже умнее становишься, да, и ты уже знаешь, чем странно. Скажи по секрету, вот мы сейчас всех отправляем консультации получать, а в Израиле вот такие консультации бесплатные или точно где нет? Смотри, консультации бесплатные. Есть клиники, у которых консультации не бесплатные. В большинстве случаев консультации бесплатные, но не везде ты получаешь полную картину. Нет, 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 ну мы предполагаем, что мы получим полную картину, но по сути можно на халяву походить по 5 клиникам и получить протокол лечения. Смотри, я считаю... Я вам этого не говорю. Я считаю, что это нормально, если пациент приходит в 2-3 клиники, чтобы понять, как бы, о чем идет речь, сколько это будет стоить. Пользуйтесь. Лайфхак от хозяина клиники. Да. Смотри, в нормальном обществе, конечно, поговорят-поговорят, но про дело не забывают. Мы все рулетики скрутили, нам их нужно обжарить на сковородочке чуть-чуть со специями. Соль, перец. Вот я на сливочном маслице немного добавлю растительного масла, чтобы не горело оно. Знаешь, сливочное масло немного горит. А если сделать смесь, то хорошо. Немного соли. Прямо на сковородочку. Я не люблю... Я люблю... Солить, перчить прям маслом. И в масле обжаривать. Когда оно уже ароматное, соленое и перченое. Возьму веточку розмарина туда же. Что мы еще? Перец, да? Перец. Немножко перца прям черного никакого больше не надо. Ты запоминай. Да, я все запоминаю. Будешь жимкормить. И вот, знаешь, все растопилось масло. Оператор нам сейчас скажет, видно, нет? Все растопилось. И буквально по две минутки мы все эти рулетики обжарим с каждой стороны. Давай выплатывай, что я радуюсь. Да, все растопилось. И пока, ну, обжаривается, давай так. Мы про импланты более-менее понятно. Надо его поддерживать по клиникам. Уже поставили. Уже поставили импланты. Уход. Уход. Это очень важная тема. Многие думают, что если ты поставил импланты, у тебя уже есть коронки. Можно даже не чистить зубы, да? Все, ты уже забыл об этом, да. Мне нужно чистить зубы, но это наоборот. Если у тебя есть импланты, если это конструкция, которая не твоя, то мне обязательно нужен уход. Это 100%. То есть уход круче, чем и со своими зубами? Да, да. Точно так же, как ты чистишь зубы, это 100%. У тебя обязан быть какой-то арригатор или силамит. Что такое силамит? Арригатор, я знаю. Это, знаете, такая штучка, которая под высоким давлением воду. Да. И ты промываешь все импланты. Ты не промываешь импланты. Ну, вообще. Все. И это очень важно. Некоторые пациенты тоже говорят, сделай мне, чтобы поплотнее было, чтобы не было никакого там, ну, никакого промывного пространства и так далее. Смотрите, не во всех случаях это хорошо, потому что если у тебя нет возможности хорошо следить за имплантами, за этой конструкцией своей, то в дальнейшем будут побочные эффекты. А, ну, там будет что-то в любом случае скапливать. Это влияет на импланты, это влияет на весну, могут быть на слоенную и так далее. Поэтому каждому пациенту, который у нас делает какую-то работу, мы даем в подарок этот арригатор, если я думаю, если мне, в некоторых дома уже есть силамит. Это такая трубка, которая подключается, грубо говоря, к раму. А, тоже арригатор, только? Да, только у раковины. Ты уже не надо ничего заполнять. Ты взял, открыл, почистил эти зубы сразу после этого. У меня есть лайк-карт. Я специально не стала к раму это все подцеплять, а купила автономность, который заряжается там в розетке. И делаю это все в душе. Все равно выбираю лежака. И тогда каждый день ты держишь тушь, там, может быть, несколько раз уже в вечерах, и тогда у тебя зеркало в бане. Я плела на всем этим. Смотри, это действительно, это лайфхак, который мы тоже к раму раздаем, какие-то арригаторы, которые это удобно. Это тебе немного, а вот это вот все, стоят в аббираторами и так далее. Поэтому туда их очень не купил. Но это каждый пациент, у которого есть какая-то работа на имплантов, он должен сразу первым делом пойти и обеспечить тушь. На самом деле, купить ее нужно челем-лиминтарно на Алиэкспресс, стоит 3 копейки. И даже если у вас все люди свои, делайте, как моя, пользуйтесь им. И вот смотри, мы по 2 минутки, запоминай, обжарили, выкладываем это все на какой-то проспинь и буквально на 7 минут, на 180 градусов отправим это в духовку и тем временем приготовим аппетитный стол. Значит, смотри, 7 минут в духовке наша рыба готовится. Я понимаю, что ты не готовишь, но нам надо приготовить... Начинаем, начинай. Да, нам надо приготовить... Первые шаги мои в кулинарии. Нужно приготовить соус, поэтому вот самая оперативная работа – это чистить чеснок. Беру на себя. Целых 2 зубчика тебе нужно почистить. О-о-о. Да. На самом деле чеснок, я тебе расскажу по секрету, даже чистить не надо. Вот один вывалился, а второй, чтобы почистить, надо сделать. Да. Видел? И почистил. Бумно. Да. Давай еще один потренируйся. Давай, потренируйся, на. Возьми еще один. Проверим, какой ларит. Проверим. Понял. Отлично. Чеснок почищен. Есть. Вот с чесноком ты справился, а теперь давай рассказывай мне по поводу чистить зубы. Мы же все привыкли, да, что у меня дочка маленькая была, у нас висел плакат такой в ванной, лошадь с зубной щеткой, там было написано, даже лошади не лень чистить зубы дважды в день. Послушай, да все, по большому счету, все знают, что нужно. Что нужно. Да, но не каждый это делает. Вот так, я тебе скажу. Отлично. Здесь нету каких-то особых секретов и так далее. И смотри, зубная щетка, паста, нить и арригатор, о котором мы говорили. Это как бы стандартный дом. Какая щетка, какая паста? Какая щетка? По пастам тут сразу скажу, есть большое количество выбора этих паст, и в основном это рекламный ход. Я не думаю, что есть какие-то пасты, которые есть большой результативности. Если ты их пользуешься, то у тебя вообще другой, как бы, я не знаю, другой результат, чем обычный, который ты выбираешь. Поэтому каждый может... Цена имеет значение? Нет. Ну, я в это не верю, по крайней мере. Если может есть какие-то, послушай, если может есть какие-то исследования и так далее, но мы не обращаем на это внимание. По большому счету, что важно, важно это щетка. И мы рекомендуем брать мягкие щетки. Если ты ходишь там и смотришь, есть... Жесткая, средняя, мягкая. Берите мягкую щетку, потому что есть пациенты, которые берут жесткую щетку, все остуют. Я не думаю, что чем сильнее он трет и так далее, чем чище это становится, тем лучше. Нет, просто последовательность. Берешь щетку, берешь пасту, два раза чистишь в день зубы. Есть такой, как сказать, такой спорный вопрос чистить зубы после завтрака или до завтрака. Как бы, будто, ну, стал почистить все. Смотри, если... зубная нить, смысл и чистить утром. Ну, это уже такие, знаешь, отмазки, которые каждый может себе придумать, как отменить одну процедуру и так далее. Но, по большому счету, лучше чистить зубы после приема пищи. И... Я знаю людей, которые чистят вообще после каждого приема пищи. Это хорошо. Это же хорошо. не всегда удобно и так далее. Но зубная нить должна быть. Зубная нить, особенно в молодом возрасте, у всех свои зубы здоровые и так далее. Это очень важно за этим, очень важно за этим следить. У меня же я дочь, я это понимаю. Взять себе это в привычку и не халтурь. Не халяй. Да, да. Если ты это делаешь, то не то, что у тебя не будет проблем с зубами, потому что влияет генетик, много побочных факторов, которые есть. Но если ты хочешь в дальнейшем сохранить в долгу это все, то это необходимо. Есть еще один миф. Ну, я не знаю, миф это или реальность, да? Говорят, что если у тебя там, ну, нет возможности почистить зубы, там, или еще что-то, или вместо почистить зубы, можно съесть яблоко. И яблоко вот хорошо очищает. Действительно, такие яблоко, морковь, это действительно... Какая-то жесткая, да? То, что нужно... Да, да, да. Это, да, очищает это зубы, но это никак не заменяет, никак не заменяет эти процедуры. Это 100%. Спасибо. Пошли готовить соус. Смотри, я решила, что соус... Я обжаривала рыбу, а ты готовишь соус. Давай, беру это на себя. Берешь это на себя. Чеснок я даже тебе подготовила. Кусочек сливочного масла в ту же сковородку, в которую мы обжариваем рыбу. Ну, потому что соус мы готовим к рыбе, имеем право сковородку не мыть. Элементарно. Я вообще не спорю с тобой. Правильно, со мной спорить лучше не надо. Чесночок в сковородку, причем ваш, вот ты молодец. Покажите, покажите. Вы видите, как он чеснок... На опыте. Отправляет... Да. Тупой стороной ножа, тупой стороной ножа, он не портит мне хорошие ножи, делает все правильно. Ты молодец. Я себя за это люблю и уважаю. Там у нас, у меня есть коробочка с тимьяном. Сколько мне было? Две-три веточки. Давай сюда кинем. Отлично. Еще? Все, хватит. Коробочка со сливками. Ускоряемся, потому что начинает чеснок гореть. Лева, подходи сюда. Выливай все сливки. Сейчас нам оператор поможет и покажет. Вот смотрите, нам эту историю нужно теперь просто загустить. Пусть покипит. Вот пока рыба у нас готовится в духовке, этот соус у нас закипит, загустится. Мы добавим соль и перец. Вот там стоит соль и перец. Давай все на твоей совести сегодня. Ой, пахнет классно, скажи. Вот запах сливки с орегано, ой, с тимьяном. Это вообще что-то сумасшедшее. Я никогда не думала, что это настолько вкусно. И оставляем кипеть, и ждем, когда рыба будет готова. Вот смотри, у нас эти 7 минут рыб мы еще даже не прошли, а соус, посмотри, какой красивый. Густой. Вот все. Вот этим мы будем поливать сейчас рыбку. Осталось каких-то полминуты. У меня к тебе, ну, реально, наверное, последний вопрос, который очень важно мне обсудить. Как сохранить? Ну, то есть максимально оттянуть этот момент. Я понимаю, что, ну, сегодняшний день, экология, что мы едим, как мы едим, мы все к этим имплантам придем. Смотри. Как оттянуть момент? Смотри, в будущем большинство будет такая потребность, и это не важно, как ты следишь за зубами, в любом случае тебе придется обращаться в клинику. Только что важно, что важно. Два раза в год, даже если ты чистишь зубы, хорошо следишь за зубами, нет, ты думаешь, что у тебя нету никаких проблем, и все у тебя хорошо, два раза в год и посещай стоматолога. Как минимум для того, чтобы убрать камень, который у тебя даже его не видно. А он все равно не видит? Есть. Ты приходишь в клинику на обследование, на чистку камня, просишь своего стоматолога, проверь, есть ли у меня где-то пломбочка, или еще какие-то нюансы. Это очень важно, потому что многие пациенты, когда ты им говоришь, что у тебя пломба нужно сделать, он говорит, пломба, что сейчас, потом, потом максимум, потом все удалю, поставлю себе 4 импланта, и все. Ну, на самом деле, то есть оттягивать надо. Так как стоимость лечения имплантации, особенно в Израиле, это не дешевое удовольствие. Поэтому мы всем пациентам, вот у тебя есть пломба, не тяни с этим, приди, сделай это, сохрани этот зуб как можно дольше, потому что ничто не заменит тебе, твои здоровые как бы зубы. Это, ну, не поспоришь с этим. Берегите зубы, друзья, ходите раз в полгода к стоматологу, а мы будем есть рыбу. И вот такая рыбка у нас получилась, видите, благодаря тому, что мы поставили сюда фольгу, она даже сохранила форму. Убираем все лишнее. И смотри, вот такой вот соус, ну, прямо вот сюда, в эту дырочку, на место, на место вот этой фольги, очень вкусный соус. Мне даже этот соус наливать вкусно, ты понимаешь? Я не знаю, как у тебя ощущения? Да я уже хочу попробовать, как бы, что у нас получилось. И немного украсим, вот, например, вот так, сумаком. Он такой кислинку дает. Немного какой-нибудь крупной соли там вокруг. Эстетики. Эстетики. Немного эстетики. Дима же сегодня про эстетику. Я думаю, что готовы. Пробуй. Пробуй. Ты первый. Даже заставлять не надо было. Послушай. По-моему. Слушай, по-моему, он говорить больше сегодня уже не сможет. Пока все не съест, по крайней мере. В общем, на самом деле, Михаила остановить очень сложно. Он такими глазами смотрит на эту рыбу, что мама не горит рецепт. Запомнил? Запомнил. Повторять не будем. Посмотришь. Согласен. И единственное, что я у тебя попрошу, прислать мне фотоотчет. Приготовил ты это дома? Сто процентов. Или нет? Я надеюсь, что твоей жене понравится. Я тоже надеюсь. В любом случае, друзья мои, если есть вопросы, пишите. Надеюсь, что какие-то вещи мы подсветили. Да. Клиника Денталайт, Михаил, хозяин этой клиники, готов ответить на все ваши вопросы. Ссылку, телефон и все остальное я дам в описании ролика. следите за собой, берегите свои зубы, ешьте полезное для зубов блюдо. Что ты скажешь? Ждем вас на консультацию. Бесплатную. Сто процентов. Всем пока, а мы есть с пользой. Субтитры сделал DimaTorzok